Здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала Чужое мнение. В эфире, новости шоу-бизнеса. Тина Кароль вместе с сыном Вениамином долго находилась на самоизоляции в загородном доме. Мальчик прилетел к маме из Великобритании и более двух месяцев был с ней рядом и проводил максимум времени вместе. Теперь же Тина решила разнообразить свой досуг с 11-летним Венией и отправилась в Карпаты. Привет всем с Говерли. Веня, я хочу всех приветствовать с наступающим Днем Дитини. Приходите сюда, скидайте свои стрессы от карантин, от домашней школы. И нехай ваше око населедить прекрасная природа, Карпат. Я в захоплении. Мы просто чувствуем у каждого дня пролив эмоций и радости. Певица постоянно публикует захватывающий дух кадры в инста-сторис, а ее поклонники делятся ими в фан-аккаунтах украинской поп-дивы. Так, певица предпочитает проводить досуг активно, она много ходит по гористой местности, с интересом наблюдает за жизнью, кипящей в украинских Карпатах, например, наведалась на местную домашнюю сыроварню и посмотрела, как готовит овечий сыр. Также бесстрашная звезда вместе с сыном надела защитный шлем и отправилась кататься в открытой машине по гористой местности. Кроме того, Тина совершает долгие пешие переходы, а во время одного из них покорила Гаверлу, самую высокую точку Карпат. Привет всем с Гаверлы, приходите сюда, сбрасывайте свои стрессы от карантинов, от школы домашней. Пусть ваш глаз насладит прекрасная природа Карпат. Я в восторге. Мы каждый день чувствуем прилив эмоций и радости, поделилась своими впечатлениями звезда. Тина в повседневной жизни выглядит просто и предпочитает для активного туризма удобную одежду, шапка, светлая теплая меховая куртка, штаны, комфортные кроссовки и вместительный рюкзак. Оставляйте свои мысли по этому поводу в комментариях, и помните, мы ценим чужое мнение, не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить важные новости. Субтитры создавал DimaTorzok